сколько будет стоить самый дорогой айфон когда стартует продажи яблочных устройств что изменилось в ipad mini и apple watch и что будет с прежними версиями iphone 12 и iphone 11 обо всем этом сегодня выпуске меня зовут андрей досматривайте это видео до конца будет интересно не забывайте подписаться на канал но мы начинаем в двадцать первом году apple не стала кардинально менять дизайн iphone лишь немного изменив его внешность так блок камер стал больше а сами модули расположены по диагонали что касается модели iphone 13 вырез под фронтальную камеру и датчики face id стал меньше на 20 процентов разговорный динамик сдвинули к стыку стекла и металлической рамки корпуса смартфон получил шестиядерный процессор a15 байоник выполнены по 5 нанометровому техпроцессу по словам apple он на 50 процентов быстрее ближайшего конкурента но не указывает о каком конкуренте именно идет речь также улучшилась поддержка 5g и теперь смартфон работает с большим количеством частот и macro wave камеры остались с прежним разрешением 12 мегапикселей но с увеличенной матрицей так обе камеры улавливают больше света и имеют оптическую стабилизацию для съемки видео появился новый кино режим с ним можно снимать ролики с динамическим фокусом который фиксируется на объектах в движении а также изменять точку фокусировки уже после записи видео iphone 13 получил увеличенный аккумулятор поэтому смартфон работает на полтора часа дольше чем iphone 12 новые модели pro и pro max не сильно отличаются от прошлогодних единственное отличие вырез под камеру стал таким же маленьким как и в базовом iphone 13 остальные изменения кроются в железе устройств iphone 13 pro и 13 pro max по-прежнему выпускаются с улет экранами на 6 и 1 и 6 и 7 дюйма однако сейчас они выполнены по технологии super retina xdr с пиковой яркостью в 1000 нит и наконец появилась поддержка частоты обновления 120 герц прошлые модели обновляли экран с частотой 60 герц при этом устройство само подстраивает частоту обновления в зависимости от запущенного приложения и может меняться до 10 герц систему камер полностью переработали основной и сверх широкоугольные модули теперь улавливает вдвое больше света поэтому лучше снимает в темное время суток телефото модуль теперь имеет фокусное расстояние 77 миллиметров и обеспечивает трехкратное оптическое приближение сверх ширик получил макро режим для съемки на расстоянии до двух сантиметров с новым аккумулятором iphone 13 pro работает на полтора часа дольше 12 pro а 13 pro max на два с половиной часа дольше чем предшественник также apple воскресила ipad mini 1 ipad mini apple показала в октябре 12 года и с тех пор планшет никак особо не менялся периодически компания обновляла железо немного менялись габариты но дизайн оставался таким же спустя девять лет компания впервые провела редизайн планшета и теперь имени выглядит как ipad air и pro у него безрамочный 8 и 3 дюймовый экран и процессор а 13 байоник который был установлен в серии iphone 11 для подключения используется usb си и в компании отмечают что таким образом к планшету можно подключать сторонние устройства а также внешние накопители он имеет магнитный коннектор для крепления стилуса apple pencil основную камеру на 12 мегапикселей и сканер отпечатков встроенный в кнопку питания базовый айпэд также обновили установив новое железо и добавив функций он теперь работает на том же а 13 байоник за счет чего он стал мощнее на 20 процентов широкоугольная фронтальная камера получила функцию в центре внимания как на ipad mini и pro которая автоматически обрезает кадр чтобы держать человека по центру кадра с 7 серии apple watch компания обновила дизайн устройства выглядят часы также как и прошлые три поколения но экран стал больше и заходит на изогнутые грани в итоге толщина рамок составляет всего 1 и 7 миллиметра в компании утверждают что на новом экране помещается на 50 процентов больше текста и появилась полноразмерная клавиатура для ввода текста аккумулятор по-прежнему обеспечивает до 18 часов работы и появилась быстрая зарядка за 10 минут заряда они прорабатывают до 8 часов в россии все новые устройства с презентацией кроме apple watch начнут продавать 24 сентября базовый ipad будет стоить от 31 тысячи рублей на версию на 64 гигабайта без сотового модуля новый ipad mini оценили в 48 тысяч рублей с тем же накопителем планшет выйдет в четырех цветах черный розовый фиолетовый и бежевый стоимость iphone 13 не изменилась по сравнению с прошлым годом несмотря на увеличение накопителя так iphone 13 мини стоит 70 80 и 100 тысяч рублей за версии на 128 256 и 512 гигабайт стандартный iphone 13 стоит на 10 тысяч дороже в свою очередь iphone 12 остаются в продаже и теперь стоит дешевле от 55 тысяч за iphone 12 мини на 64 гигабайта также apple продолжает выпускать iphone 11 и с и iphone 13 просто и так же как и 12 про но за счет появления версии на 1 терабайт максимальная стоимость выросла так iphone 13 про в максимальной версии обойдется в 150 тысяч рублей а 13 про макс в 160 тысяч вот такие краткие итоги по презентации apple дорогие друзья спасибо что досмотрели этот выпуск до конца обязательно поставьте ему лайк подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик обязательно оставляйте свое мнение внизу в комментариях и подписывайтесь на все наши полезные ресурсы ссылки вы найдете в описании ну а с вами был как всегда андрей я желаю вам отличного настроения увидимся в следующем выпуске до скорых встреч удачи